Сегодня могу расставлять нас, прекрасный Псалон, мы сегодня и группы расставляем, но все слова, я допустим, не могу нас засупить, но все это, или второй Псалон, на кого достаточно нравится, но расставляем, я попросил, чтобы не повторил. А это расположение моего сердца, там, какие слова, значит, точно я тобою не покину, да? Вот это такое утешение, это каждого. Ведь приходит в жизни такой момент, что тебе кажется, что Бог забыл тебя, да? Тебе кажется, что Бог не слышит тебя. Я не знаю, как у вас, но у меня было такое. С одной стороны, я чувствую, что Бог держит меня, что Бог рядом, да? Ну, обстоятельство же, да, все показывает, что ты забыл, да, вернувать, убери, и порнивать. Он вам никогда не скажет, ты не мой, а ты не отдаешься. И вот что бы ни было, терпись за эту мисс. И потом еще по Псалону верю в личном доме. Знаете, я как-то говорил, проповедь, цель. Когда у тебя есть цель, когда ты принял эту цель, вот взялся за эту цель, уцепился, она принял всем своим сердцем. Знаете, эта цель определяет твой образ мыслей. А образ мыслей определяет твой образ жизни. Есть цель. Ты хочешь дойти до нее, а ты думаешь, так дойти? Ты стараешься, твои мысли направлены на твой, чтобы достичь шею. Значит, выходит так, цель определяет образ твоей. Это стилок план, у тебя есть план, как достичь хозяйки. Вечный вопрос, что мне сегодня утром готовить? Я помню, я маленький был, соседи собирались, тогда женщины не работали практически. После кофепития, Бог Матмарус такой, что мне сегодня готовить? Не знаю, что готовить. У меня уже 65, и этот вопрос всегда есть. И вот когда вы определили, что должны готовить? Какой обед, да? Что это? Вы тогда начинаете тут, какие вам продукты нужны? Иногда бывает так, исходя из того, что есть, на который готов. А есть возможность приготовить какой-то обед? Сразу есть план, цель. Вы начинаете определять, что вам нужно, и потом приступаете. Итак, цель определяет образ мысли. Образ мысли. Президелять образ жизни. Вы можете подойти на цели. И позвольте у нас правильный образ мысли. Что была правильная жизнь. Что в нашей цели с цель нашей войти в небо и увидеть Господа, каким он ест. Что бы ни случилось, знаете, Бог не обещал спокойного плавания. это как корабль, когда идет, всякая погода бывает. И Бог не обещал, что все время будет и все время будет хорошо. Будут штормы, будут трудности. Вот и брат Пристоф только что говорил о трудностях, как бывает иногда так больно, больно, как полная волю Божью. Но Иисус говорит, благослови, чтобы чаша прошла бима меня. Присас не смогу. На пути к небесам, на пути встречи с Богом будут различные погоды. Различные обстоятельства. Бог обещал, что я приведу вас на ту тихую гавань небесной обители. Это самое главное. Богослови нас Господь, чтобы вы видели эту цель. Я сегодня хочу говорить опять об Абраме. Может быть, немножко Якова вспомнил. Но перед тем, как буду говорить, давайте мы вспомним одно место Священного Писана. Это послание Якова. Там он говорит о вере. Илья был человек. Илья был адамьян. Был человек. Подобный нам. То есть такой, как мы. Такой человек. Я не думаю, чтобы все мы были так, как Илья на таком уровне духовном. Но он такой же человек, как Илья. Мы такие же, как мы. Бог избрал нас. У нас, если у него была вера, то есть мы можем прости в нашей вере. Я думаю, что вместо Ильи не будет ошибка, если мы скажем, что Абрам тот человек подолбил. Тоже человек. Тоже Илья был тем же Богом, который избрал и нас. Тоже были в жизни победы, какие-то слабости. Все состояли в истории, а он живет. И он дадим, но что им? Бог обращается к вам. Мертвами Марта обратно. Не бойся. Могешь не обратно. Я твой щит. Павли, я твоя защита. Павли, я твоя защита. Павли, я твоя весьма великой. Весьма великой. Я твой щит. Вот так. Вы знаете, я был мальчишкой, и всегда хотелось иметь сильного друга, которого мог защитить. Ну, так вот. Ну, мальчишки, они все дерутся. Есть с ровесниками, есть с которым постарше. С ровесниками еще как-то. А те, которые постарше, там нужно посильнее. И вот если у тебя есть друг посильнее, то ты уже смирен, да? Смирен с ними разговариваешь. Потому что я ему скажу, это уже достаточно. И вот посмотрите, Бог об этом. Бог говорит. Так мы отъявляем, я сочи. Мы отчаянием, а мы отчаянием. И награды твои. Сочи они живут, а я не дни. Так вот удивительные тела, которые делают. Да, сауцелая диалогами между двумя личностями. Бог, мир он и башенц. Бог. И тогда Авраам высказывает боль, переживание своего сердца. А ведь я стою бездетный. В еврейском написано, я отхожу бездетный. То есть знаете, как вы говорите, мне скоро может быть уже и умереть, а у меня нет сына. Вот мой, управитель в доме моем. Хотя только очень верный ему. Он будет моим наследникам. Он говорит, нет. В этого утра Авраам не был. Авраам не был. И Бог дает ответение. Да. Господь, я не знаю, если ты можешь защитить. А кто может защитать? Если бы вы делали эту попытку, где бы кто-нибудь попытка этой звезды почитать? Я делал. И никогда не смог почитать. Всегда послал. Когда Борис понял, что это бесполезное занятие. Но сейчас это небо так плохо видно. А тогда так небо почище, воздух был почище. И небо ясно видно было. Да. Он Петра Чандельс. И по-праку. А я рассказал мне. А Брама вот тут как? Так столько удел проекции. А Брама вот тут как? Мы за Богом. Друзья. Мы дети и Божьи. И вот мы видим Абраму, который за Бога. Я думаю, что в этот день их отношения переживали такой серьезный этап. Перечти на новую высокую ступень. Потому что написано, что И поверил Абраму Богу. И изменилась эта праведность и он был назван. Проходит время, и однажды мы говорим ради друга моего Абрама. Вы знаете, иногда есть моменты. Мы можем говорить Богу. Я не говорю укорять. Но то, что нас беспокоит. То, что нам не понятно. Что болит, что отчего болит наше сердце. Мы можем сказать Богу. Мы можем обратиться к Богу. Ведь мы с родителями когда говорим, мы можем это сказать. Либо какое-то недопользование. Мы открыты. И так же можем это говорить. Не всегда ты можешь все сказать родителям. Но всегда ты можешь связаться. И что сделал Абрам? Просто поверил. И это обменилось ему праведливость. Мы в прошлый раз говорили о праведности. Мы говорили о вере. Мы говорили о любви. Почему я хочу говорить эту цель? Знаете, иногда мы не до конца понимаем значение слова праведлив. Иногда мы не совсем правильно понимаем слово любовь или возлюбив. И вот это начинает от того, что мы не понимаем. Что-то у нас не получилось. Я сказал в прошлый раз, мы начинаем заболеваться. Мы стесняемся и боимся высказать это. И вот так вот, мы видим у одного вроде хорошо, но ты же не сердцемедец. Откуда вы знаете, что у меня сейчас сердце творится? Знаете, может быть по лицу что-то догадаетесь. У меня как у тебя что-то внутри, сразу на сердце видно. На лице видно. Но не всегда я скажу. Не всегда. И я не могу знать, что у вас на меня в сердце. Может быть догадаться как-то, ты сможешь. А знать до конца кто знает. Кто знает. Когда мы посмотрим друг на друга, вот тебя внутри переживай. А тебе что-то не так. Тебе кажется, что твоя вера слабая. А знать, вера так она бывает, она крепкая. Иногда бывает, вроде ты поколебался. Да, это как физически. Хорошо поел, хорошо себя чувствуешь. Плохо поел, обесновляешь. Хорошо напитался. Хорошо чувствуешь. Смотришь там, как один брат говорит, какой тряпкой, лучше вытерять Библию. Сухой или влажный? А ты говоришь, сухой, другой влажный. А какой тряпкой, лучше поправили, вытерять Библию. Когда ты ее постоянно читаешь, ее вытерять не нужно. Она не должна пылиться. К сожалению, так бывает. Но если так произошло, то, что ты можешь измениться, что я могу измениться. Шестьдесят злебина, уцарная кайса. На чем я не знаю? Да, не шло посетку сам. А я сила понимаем. Нам кажется порой, что правильный народ следует. А он все время правильно ходит. У него и мысли правильные, и дела правильные, и поступки правильные. Но не всегда. Абрам был правильным. Абрам был человек подобный нам. Илья был человек подобный нам. У него была сильная вера. Но пришел момент, устал. Он так испугался. Одной женщиной, давно я видел. И сказал, что хватит. Я устал, не на этом, что все. Зови меня. Откуда он знал, какие планы у Бога? Откуда он знал, что вообще смерти не увидит? Мы же не знаем. И вот мы начинаем, что-то не получилось. Стесняемся. Забыгаемся. Разговорим его подойти неудобно. Что-то страшно. И так он говорит, нам страшно подходить. Я говорю, почему? На комнате я просил суток. Даже из того, что это неудобно. И мы начинаем играть во Христиан. И мы начинаем играть во Христиан. Мы играть во Христиан. Мы похожи в этот момент на Того Якова. Как имя Твое. Кто-то сын мой. А я как первенец по Исао. То есть я хочу быть тем, как Георгий. Я тот, кем я хочу быть. Я хочу быть Исао, потому что что-то очень круто. И ярко. Причем, я Исао. И он говорит, мы так вот показываемся. Но неправильно от этого еще хуже становится. Еще больше запыкаемся. Нет, чтобы подняться. В прошлый раз я сказал, может ли Твоя вера изменится? Может ли Твоя праведность подняться? Это Твоя праведение присутствует. Может ли Твоя любовь выпьется? Можешь ли ты измениться вообще? Каждый из нас может быть. Если ты хочешь. Если ты хочешь. Начни сейчас. И вот написано такой момент. Вера обменилась в его праведности. Это очень щадный момент. Об Аврааме написано. Когда Бог явился ему и сказал, я Бог всемогущий. И четко подчеркнуто. И что Аврааму было 99 лет. 99 лет. Это важный фактор. По многим показателям нужно было, чтобы важно там было указано. Как минимум. И Бог сказал, ты должен знак Совета обрисать. И вот написано во 17 главе 25 стихе И взял Авраама из моего сына своего и всех рожденных в доме своем и всех помнил за серебро свое вес мужской пол людей в доме Авраамова и обрезал правильную плоти в тот самый день, как сказал им Бог. Авраам был 99 лет, когда был обрезан когда было обрезано храния плоти. я еще читаю двадцать чистой стихе. В тот же самый день в тот же самый день обрезаны были Авраама из моего сына его и дальше все. Я хочу на два момента обратить ваше внимание обрезанное плоти. Абрааму было 99 лет и написано в тот же самый день у Авраама не было завтра. У Авраама никогда не было завтра. Прочитайте, когда Бог говорит ему что что-то сделать и что делает Авраам? в тот же самый день. Он делает утром рано если Бог видит его ночью он встает утром рано и видит его. Помните, Бог сказал ему единственное, которое он не любит Исаака, сына твоего принеси в жертву. И написано рано утром Авраам встал и пошел он приготовил все. У Авраама не было завтра. Завтра не кончается. Если ты хочешь измениться ты должен решить и начни с сегодняшнего дня. В тот же самый день. Я как-то читал где-то примерно в 1974 году о рекламах. Какие рекламы там самые яркие. И вот на магазине была реклама. Заходишь в магазин и написано на потолок. Не смотрите на потолок. Какая реальность сразу. Не смотрите на потолок. И все заодно. И так. И написано в лучшем магазине в лучшем мясном магазине города. И была еще одна реклама в другом магазине. Завтра будет писать Завтра будет писать. Завтра будет писать. Завтра будет писать. Завтра будет писать. Завтра вот день не кончается. Начнешь по новой жить. Но сегодня еще так. А вот завтра же будет. И это завтра не кончается. У Абрама не было завтра. А Абрама у человека подобный нам. У нас должно быть завтра. Ты победил добрым Богом. Гrocket в веру. Но прошлое сказали. Вера это когда ты доверяешь. Не просто веришь, что он есть. Не просто знаешь, что он есть. Но когда ты доверяешь. Значительство в еврейском слове Вера, я сказал в прошлый раз, верить в кого-то, верить во что-то, верить в верность и преданность. И вот что бы ни было в твоей жизни, как бы тебе ни было трудно, вот ты должен уметь доверять Богу. Ты должен оставаться верным Богу. Доверять и верность. Вот важные моменты веры. Вы знаете, в Евангелии от Иоанна есть три важных слова. Чудеса, вера и жизнь. Но ключевым словом является вера. Вот там написано и много чудес сотворил. Я ведь написал это, чтобы вы, уверовав, имели жизнь. Вера, это глагол. Слово, определяющее действие. И она всегда у Иоанна, она в настоящее время. Сущность жизни христианина, она поверена на вере. И эта вера должна быть активной. Она должна быть действительной. Любого возьмите. И Яков говорит, но и пясти веруют. Но я говорю, что есть вера, это хорошо. Но вера какая должна быть? Содействующая делам, да? И делами вера достигает самая душа. То есть вера, она должна двигаться. Что еще значит вера? Евангелие от Иоанна, пятая глава. Иоанна четырвая глава. Двенадцатый стих. А тем, кто... Как там написано, помните? А ну можешь дать нам это? Деньги. Нет? Ну ладно, не нужно. Не нужно. Не будем отвлекаться. Ни у кого нет Библии? Что сделали? Первое, что сделали? Приняли. Приняли Его. Посмотрите. Приняли Его. Потом и веровали. Вот принять веру. Принять Иисуса Христа в свою жизнь. В свою жизнь принять. В свою жизнь принять. И поверить Иоанна. И поверить Иоанн. Та, и Ирцин, в котором Он говорит. А Сазан. Поверить Иоанн. Он есть тот, кто Он есть. Что он верит собой. Соберить. 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 Бога. Вера. Вера чего? Вот? Вот слышай. Вот слышай. Ты не можешь любить человеку. Ты не можешь ненавидеть человека. Ты не можешь ни с чего сказать о человеке, если ты его не знаешь, если ты о нем ничего не слышишь, если тебе ничего не говорили, Но когда тебе что-то сказали, пару раз в этой кафедре гости учили меня, не зная меня. Так было. Учили меня, не зная меня, но было такое. Где-то услышали что-то обо мне, а у меня не спросили, и встали в роли учителя. Владимир стал учить. Если он где-то что-то услышал обо мне, и со мной не поговорил, у меня не спросили. Встал в кафедре и меня учит. Ну, извините. То есть, когда ты что-то слышал, вот мы услышали, а человек получил ответ. Не верят, а он сказал, что в сердце. А из нашего сердца мы поверили Богу. Поверили в сердце. Не верят вас. Я немного скажу о жизни. Наша вера, потому что мы хотим иметь вечную жизнь. Что такое вечное. Если вы зелёны Иисусом, достой тебя, как и основного того писания, то все они встречают. Знать себя. А сейчас я такой вопрос вычислил. У нас сегодня так много из беседок. Кто имеет вечную жизнь? Все мы и мы. А если я спрошу, покажите мне вашу жизнь? Если я не верю, а ты мне говоришь, я имею вечную жизнь. А я говорю, ну покажи мне ей. Это как в той сказке, помните? Привет. А тебе говорят привет. А да. Можете показать мне вашу жизнь? Вечная жизнь это не столько бесконечная продолжительность, а здесь на земле. Это прежде всего качественно изменённая жизнь. Послушайте, а тем, кто приняли Его, когда ты принимаешь Иисусскую жизнь, когда ты уверовал в Него, да? Мы Его называем, как? Господь, Царь, Царь. Помните, Фома сказал, Господь Мой, Бог Мой, Царь Мой, да? Мы говорим, Царь, Царь, Царь. Вот когда ты принял Его? Мой в твоей жизни. Его жизнь тебе, она должна появляться. Наша жизнь, она должна появляться. Наша жизнь. Вот если нету, вот эти показатели вечной жизни, значит, что-то в связи, вот, глазы и ветви что-то нарушили. Господь стоит у нас, чтобы не нарушилась эта смерть. Кто такой праведник? Чаще мы думаем, что праведник это весьма какой-то. Но кто зубы? Каждый из нас. Праведник это оправданный. Прежде всего, оправданный перед Богом. Праведник это тот, который правильно относится к Богу, и к Его Боге. Если вы будете читать Библию, если вы нигде не найдете, что за праведность что-то нужно, чтобы получить праведность, что-то нужно платить. Она дается дата. И стачу града. Получая оправдание даром по благодати, его искуплением по кресте. В 28 стихе. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дела. Праведность, оправдание, искупление, спасение, это практически одно. Ты не можешь быть праведником, если ты не искупен. Ты не можешь быть оправданным, если ты не искупен. Ты не можешь быть спасенным, если ты не оправдывался. Что сделал, чтобы ты стал праведливым? Практически ничего. Ты просто услышал, что ты сделал. Послушайте. Человек услышал действие в Христе. Божьей любви к ним. Распятие Христа. Он принимает решение. Почему? Он по виду, кто посмотрел на себя. Он увидел, что его жизнь не отвечает. Он вместе с ним он услышал, что есть Бог. Когда мне в первый раз сказали о состоянии. Я в своем сердце сказал. Не дождетесь. Нет, нет, нет. Не дождетесь. Не дождетесь. Не достойно, чтобы это было. Да? А не дождетесь как? Вы в первеноте видите? Это неправильно. Я извиняюсь. Я сказал. Не дождетесь. Не дождетесь. Не дождетесь. Нет. Ну, это тот момент. Тот момент. Как бы не достойно. Ну, все. Я извиняюсь. А потом, знаете что? Дух с пятой работал. Мне сказали, что ты отвечаешь за Адаму. Ты виновен. Я сказал. Знаете. Тогда пускай отвечает за себя. Да. Господи. А я буду отвечать за себя. А я буду отвечать за себя. Ну, когда я посмотрел. Ну, и все. Вот. Как и Бог оправдаться при Боге? Бог а влах имертис нашли. Игра не. Это разный Господи. А влах имертис на гребенах. А влах. И может быть оправданным в Иисусе. Иисус есть наше оправдание. Он совершил искупление. Он искупил нас. И Он называется праведником. праведника. И вот ты покаялся, ты перешел от смерти в жизни, перешел на другую сторону Христа. Ты был до Христа, гречником после Христа и стал праведником. В одно мгновение. Вы знаете, в чем дело? Если ты хочешь оправдаться делами, когда ты совершишь все дела, если ты сможешь, то в конце получи звание праведника. Но делами закона не оправдалась Бога. Никакая праведность. А праведность Божия, она поверит. И ты еще ничего не сделал. Ты просто поверил. И Бог дает тебе звание. Так праведность. Я сказал в прошлый раз, когда Степа говорил про проповедь, я вспомнил момент звания. Звание. Если ты не знаешь, в каком ты звание, если ты не осознаешь свое звание, ты никогда не сможешь жить достойно этого звания. Нам в детстве все нет. Нам в семье в детстве? Часто напоминали. Запомни, я помню в какой-то семье. Помните, с какой-то семьей. А так вот отошли, мы с ним ставили в ту великую миссию. Помнили, о чем-то там. Я поступил. Помнили, мне напоминали, какое-то национальное место. Помнили, когда-то национальное место. Что будет пациентный рак, в том, что у нас были запомнили, запомнили поступков пальцем на твой национальный рак. В том, что мы спили, а мы швировали, что они все взяли. Мы чести учились. Мы чести учились. это… И а это все, а это уч Pour Domestika. Попачали ваш надо. Попачали нашу гору, пожали свою страну. Кopleешь в нам это. И вы знаете, я всегда помню, во всяком случае старался помнить веро кто я. И когда тебе дали звание храбgari Sy chi Efashin. И вера твоя, она должна быть постоянно активна. А че не сменам, а не просто активный? Вы знаете кто? Та че не сменха. Неписано, что видит, да стоит это звание. Таи, что летний, но то, где вы слисали, но за 20 минут. Я правду. Чеха драматная будет. То есть, кто изнащен не будет. То есть, кто изнащен, не будет. То есть, кто из них не будет. Ты будут дать, ты будут править. В этом году мы хотим с этим адрес самоседом. Уже устали. Продолжение следует... 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 И она, что она сделала на пресс-насамой, ребят, с собой. Она разбила этот сосуд и помазала. Да. 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 Как у вас. Как и метка. Но вы же отталивающие. Мы делаем приятное время. Она сделала приятное время. Она угодила, по-моему. В послании Фисан, 5 глава, когда говорится по семейным взаимоотношениям, там говорится по отношению к мужу, как любить свершён, как Христос возлюбил, как свои тела. И дальше написано. Так должны мужья любить свою жён. Как свои тела, любивши свою жену, любить самого себя. 28 стих, 5 главы. И посмотрите. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Но что делает? Питает и греет её. Как и Господь царит. Питает и греет. Греция сказала. Лилеет. Делает что-то очень приятное. Ещё есть момент. В лапянском переводе слово греет. Там написано «защищает». «Иц-аус». «Араус». Давайте послушайте. Семья. Давайте такое время. Мама и дети. Мать любит свои дети. Как вы прогуляете сходу? И садитесь на сказку. Спасибо. Прощайте нас. Аспектуйте Когда ты смотришь на свое прошлое, кем ты был, ты был грешник, во грехах, вновь во грехах, куда ты шел, иногда страшно спу, иногда страшно подумать, так же спокойно шел в ад, и кто ты, что ты сделал такое, но Бог избрал тебя, вот когда ты начинаешь об этом думать, когда ты начинаешь вникать в себя, и смотри, сколько Бог тебе сегодня делает, сколько Он хранит нас, сколько Он защищает, как Он благословляет, как Он питает, сегодня мы все красивые, хорошо одеты в собрании, почему, почему мы сегодня могли дать десятину, почему мы сегодня могли дать пожертвование, благословительное, что Бог нам дал, Бог дал, мы не всегда замечаем, мы вопрос забываем, но, Слово Божье, вникай в себя, и когда ты начинаешь видеть, твоя любовь возрастает, твоя вера растет, что касается праведливость, что касается праведности, вера, покаяние это такой, один раз, покаяние изменит свое отношение к себе, изменит свой образ мысли, измененный образ жизни, измененный образ жизни, и когда ты покаялся, твоя вера должна быть активным, праведник чем живет, вера, вот эта вера, она должна содействовать твоей праведности, я сегодня сомневаюсь в своей праведности, я сомневаюсь с любящими повреждениями, я хочу сказать, ты можешь измениться, как? Ну, вам еще начни сегодня, у Абрама не было завтра, Абрам делал тот же день, послушайте, а произойдет все мужское насилие, в той же самоте. Написано, что Абраму было 99 лет. Чем характеризуется этот возраст? Абрам прожил 175, вот в этом возрасте у него произошло обновление, обновление, да? Но 99 лет, это не просто физическая слабость, 99 лет, это огромный жизненный опыт, или нет? В это время 24 года хождения с Богом, это время, когда Абрам друг Божий, время, когда в этом возрасте Абрам знает Бога, в этом возрасте, знаете, эмоции мало что-то делают в жизни человеку, он никогда не руководствуется эмоциями, в 99 лет, здравый рассудок у Абрама, он руководствуется в своей жизни мудростью, опытом, знанием, отворение Бога, но не эмоций, но не эмоций, а Абрам не было завтра, а Абрам сделал это сегодня, Абрам не было завтра. Абрам не было бы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok